Если у школьников самые длинные каникулы летом, то у дачников зимой. И продолжаться они могли бы с октября по март. Но какой же дачник усидит без дела столько времени? В ноябре идет еще переработка последних овощей, а в декабре начинается посев и устомы и петуньи. В феврале настоящий дачник, даже если ему руки связать, все равно начнет сеять и заниматься рассадой. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О работе в зимнем саду, о борьбе с грызунами, о посадке хвойных. Начнем с праздничной темы. Поговорим о блюдах, которые понравятся коту и кролику. Ведь Новый год наконец-то наступил и по восточному календарю. Сделал первый раз, делал вообще морковные блины. Всем они отличаются от обычных? Добавление моркови. Ну вот же зайца. Да, у нас следующий год зайца. Я на терке сделал, потом погружным блендером вбил. Как готовить блины? У каждой хозяйки свой рецепт. Но идея с добавлением морковки очень хороша. Блины получаются красивые и желтые. То есть вот если вдруг у вас все закончилось, какие-то очередные гости пришли, то можно просто их вот кормить вот этими зайчьими морковными блинами. Ну вот так же есть еще фаршированные, получается, у меня жена делает, ну она научила меня, получается кефир, из него делаем каймак. Просто в морозилку кладем кефир, достаем, носито складываем из сыворотки, потом эти блины их добавляем. Сыворотка идет на тесто, а каймак это получается как бы творожный сыр. Творожный сыр, да. Вот тут с копченой паприкой обычный каймак и с укропом. У нас же год как бы двойной по восточному календарю. Он же год и зайца, и он же год кота. А для кота у нас тоже есть сюрприз, это вот эти замечательные рыбки. И автор, опять-таки, Елена Лушина. Зашла в магазин, увидела, у нас рояль в кустах, увидела вот такую сковородку. Я обалдела, вы знаете, ну думаю, ну для чего же она такая интересная? Она мне напомнила нашу советскую вафельницу. Вот она, красавица, орешница, все. Принесла ее домой, а как готовить в ней, я же не знаю. Ну, слава интернету, как говорится. Я залезла в интернет, посмотрела рецепты, поискала, что-то интерпретировала, и получилось вот такое вот чудо. Прочитать подробный рецепт приготовления волшебных рыбок можно в шестом новогоднем номере журнала «Сады и огороды Приморья» за 2022 год. Начинка должна быть густая. Почему? Рассказываю, тесто делается. Пол-литра сливок, 5 яиц, 2 столовых ложки разрыхлителя, 400 грамм муки. Это на сколько у нас получится рыбок? Получается 20 рыбок. А, на 20 рыбок это... 20 рыбок это тазик огромный. Выливаешь ее в форму, одну ложку, и силиконовой кисточкой вот так вот растягиваешь. Потом сюда начинку. Вот есть формы, которые раскладываются до конца, это не раскладывается. Вторую часть начинки сверху кладешь, раз, закрыл быстренько и перевернул. Потому что это же уже нагрелась сторона, начнет гореть. Переворачиваешь и так несколько раз, вот как наши мягкие, ну, как мы вот делали вафли в советское время. И потом вот так вот открываешь. Достал, и она немножко иногда была, тесто вытекло. Для этого у нас на кухне есть ножницы. Быстренько ножницами обрезали, придали форму. А внутри вот начинка. Теперь начинки. Начинка должна быть густая. Значит, если чисто дачный и японский вариант, там вот сладкие бобы отзуки, которые... Я не стала рисковать даже искать, как это все делается, потому что, ну, я подумала, ну, никто у нас отзуки есть не будет. И мы сделали сгущенку с творожным сыром. Обалденный крем получается. Вот его чайная ложка, прям туда. Потом, если хочется более дачный вариант, вот весна придет, я обязательно сделаю с черемшой, с луком, ой, с яйцом. Вот. Можно делать с колбаской, но я вот хочу попробовать с мясом сделать тоже. Вот, ну, как бы мысли в голове есть. Ну, начинки самые разнообразные. Свежую ягоду. Раздавайте ваших рыб. Раздаю наших рыб. Угощайтесь. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А я напоминаю, в декабре вышел шестой номер журнала за 2022 год. И сейчас пришло время оформить подписку на 2023. Сделать это можно в любом почтовом отделении. А можно оформить редакционную подписку. В этом случае забирать журнал вы будете в нашем отделе распространения. Но платить за услуги почты не придется. Стоимость подписки будет 450 рублей. Вы успеете получить первый номер журнала, который выходит в начале февраля. Вы смотрите самую дачную программу. Вместе с которой можно отправиться в гости к садоводам и дачникам посмотреть, что и как они выращивают. Сегодня мы побываем в саду руководителя малого садового центра и клуба сады 21 века Александра Гринёва. Его советы пригодятся тем, кто не успел защитить плодовые деревья от солнечных ожогов. У кого как осень проходит, Сотов провел ее там где-то, ну не знаю, где он их провел. Вот приезжает, а уже холодно, уже мороз, красить уже деревья. Надо красить по белке, а уже холодно, не получается. Вот тогда выручает бумажная обмотка. Вот такая штучка. Вам, наверное, знакомо, когда вы в кассе рассчитываетесь, он отрывает. Я как-то в клубе показал большущее дерево, большущую яблоню, и вся она обмотана, не крашена. Вот она бумажная. Я видел, что сзади не поверили. Ну, как же не поверили? Вот я обмотан, не поверили. Очень быстро. А мы и большие деревья обматывали, даже не было. Если не верите, можем с вами попробовать обмотать. Так, ну тут уж придется склониться. Природа требует в себе уважения. Не страшно встать и на коленке. Значит, первые веточки делаем вот так. Вот, бумага рвется, это не страшно. Вот. Как бы в натяг. В натяг она здесь закрепляется. И каких-то дополнительных... Так, не очень хорошо получилось. Я вернусь. Бумаге не жалко. Вот так. И у вас, если так где-то получится не очень удобно, где-то что-то надорвется, вернитесь. Вот этого рулончика хватает на достаточно большое количество растений. Мы переходим на... Ну вот, ну а до самой верхней обязательно замат. Дальше что делается? Вы просто обрываете вот так. Вы пока не обрываете, да? А потом вот я достал бы... Многие, особенно женщины, которые работают в офисах, знают, что это степлер канцелярский. Все. Никаких клеев, ни веревочек, ни завязочек. Ничего нет. Вот тот, кто пропустил защиту деревьев от солнечных ожогов, тот может, конечно, это дело наверстать где-то 5, 6, 7 марта. В это время практически каждый год бывают плюсовые температуры днем. Поэтому даже можно покрасить, если вы ухитритесь. Ну, для этого должны совпасть сами температуры, ваше свободное время. Возможно, сюда приехать, покрасить. Так что здесь все под большим вопросом. Деревья у нас в условиях вот Приморского края, я не буду говорить в целом за природу, они в декабре уже, в конце ноября, в декабре входит состояние глубокого покоя. Это глубокий покой длится у всех практически до середины января. Середина февраля вот это состояние уже прекращается. Что это говорит? О том, что начинают оживать клетки на ней, и так живые все, но там начинается уже более активная жизнь. Как только пригреет солнышко вот здесь, оно выступает провокатором этой активной жизни, начинается там активная жизнь, клетки оживает, а ночью резкий мороз, и все это погибает. Солнечный ожог – это только провокатор. Провокатор гибели клеток, он их вызывает в жизни, а потом мороз убивает. А гибнут потом они уже от бактерий, от вируса. Поэтому если кто-то еще до сих пор начинает белить свои деревья к 1 мая, кто-то к Пасхе, кто-то к Дню Парижской коммуны, это ваше дело можете делать, но это только декоративное с внешней стороны. А по глубине своей – это большая ошибка. Там внутри в клетках произошла гибель. Вы это все дело замажете, будете думать, что все в порядке, а осенью обнаружите, что где-то у вас вот там образовалась такая язва. Иногда побелку или покраску деревьев делают до развилок основных скелетных ветвей. Однако в защите нуждаются и более тонкие ветви, поэтому белить нужно все, до чего вы сможете дотянуться. Для этого рекомендуется использовать электрический распылитель, в который заливают разведенную водно-дисперсионную краску для фасадных работ. Вот эта веточка, видите, с почками уже плодовыми, они засветут. Конечно, надо подстраховаться ее закрыть. А вот эту, может быть, и не закрывать однолетнюю. Как правило, однолетние ветки выдерживают все это дело. Напоминаю, вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В декабре вышел шестой новогодний номер журнала. Его можно найти на почте в киосках прессы в садовых центрах. Партнеры журнала – ООО «Техно-регион», компания «Ресурс», ООО «Сфера Кадастр», садовые центры «Флоригина» и «Загород», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. С вами Александра Вениченко и «Самая дачная программа». Следующий сюжет для тех, кто весной собирается сажать на своем участке хвойные растения. Как правильно подобрать для них место, расскажет ландшафтный дизайнер Виталий Конченков. Участки 10-15 соток, и на нем садить ель, то есть надо садить на отдаление дома. А здесь, может быть, было бы уместнее садить можжевельник твердой колоновидной формы, а подбить его там можжевельником саржента или можжевельником даурский – это стелющиеся формы, ну и сформировать здесь какую-то группу хвойных растений на месте вот этой ели. А ель можно посадить подальше от дома, потому что ель надо наблюдать с большого расстояния, тогда она смотрится красиво и хорошо. Это пихта цельнолистная, это дерево, которое достигает 55 метров в высоту и 2,5 метра в диаметре. Для посадки в данном месте, ну, оно может быть, но рекомендация подальше относить от построек дома, потому что будет давать затенение. Рядом с домом – неправильно. А если посадить ель или пихту рядом с зоной отдыха, между фруктовым садом и беседкой? Ну, это тоже не совсем удачное расположение. Зона отдыха – да, это замечательно. Ель должна быть, или хвойная вообще, то есть около зоны отдыха, всё это смотрится эффектно. Но тут же находятся плодовые деревья, которые должны быть на расстоянии, ну, хотя бы, то есть 5 метров. Им должно быть достаточное освещение, чтобы были плоды. Ну, вот тоже плохо, что два хвойника находятся рядышком. Это два больших дерева в будущем. И, то есть, если делать живую изгородь, тогда да, но в то же время её, значит, надо застригать и надо садить где-то вдоль забора, чтобы можно было закрыть. А в данном случае, конечно, надо убирать, рассаживать всё это и тоже на большие расстояния. Вот ещё один пример посадки кедрокорейского на участки. Это тоже большое дерево, но здесь вот сделано в виде живой изгороди. Да, оно имеет право быть, но это тоже очень большие деревья. И в дальнейшем, то есть, и соседи всё это вымахают, ну, порядка 20 метров высотой. И расстояние тогда между посадкой, между кедром надо увеличить. И или придётся человеку подрезать это, или убирать. В общем, из лесу ёлочку взяли мы домой, а дизайнерам наша идея совсем не нравится. Так если правильное место на участке, где ёлка будет расти нам на радость, ничего не заслоняя и не угрожая порвать фундамент садового домика мощными корнями. Ну, вот это вот правильное решение применения хвойников. Здесь, сзади меня, то есть, сделана как бы кулиса из хвойников, загорожен проезд на территорию, то есть, лишний взгляд не посмотрит. И в то же время зелено красиво. И в дальнейшем там затенение, то есть, не идёт, а идёт газон, где, в принципе, и перспектива есть, и отдельно вынесены плодовые деревья, которые ничего не мешают друг другу. Ландшафтный дизайн. Надо сперва представлять стороны света, где что будет находиться, где будет беседка, где будет дом стоять, где будет зона отдыха, где будет у вас газон, соответственно, куда какая тень упадёт, расстояние от дома, от забора, и потом уже, то есть, на основе этого уже делать посадки. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». И мы продолжаем говорить о зимнем саде, который требует внимания и заботы даже после того, как его накрыло пушистым снежным одеялом. Под ним отлично чувствуют себя бездесущие грызуны. Для наших плодовых деревьев это опасные соседи. Снегу радуется не только мы, вот чисто как люди, садоводы, что здесь снег. Мыши тоже радуются. Правда, они радуются, особенно начнут у нас в феврале. Я знаю, что снег ещё выпадет. Этот снег покроется настом, уплотнится. И вот под этим настом там будет тысяча мышиных ходов. Они начинают шасать под снегом, подъедают мельчайшие семена сорняков, которые обязательно остаются. Мы их глазом не видим. Они видят, их устраивают. Они поедают там опавшие косточки от слив, от вишенны, неубранные остатки яблони. Ну, в общем, все эти отходы они подъедают. И где-то во второй половине февраля, может, им голодно. Тогда они ещё. И для них молоденькие деревья, солики, молоденькие деревья, кара, это тоже, если не десерт, но, по крайней мере, очень такая вкусная, забавная, питательная вещь. Посмотрим, что надо сделать обыкновенному дачнику, чтобы сберечь вот это дерево. Ну, может быть, не завтра, послезавтра мы ещё придут. Но то, что они придут, это 90% гарантия вот такая. Поэтому сейчас пойдём поборемся. Что мы делаем? Мы, конечно, сейчас снег мелкий, не сравните с тем, который ещё выпадет. А в феврале обязательно выпадет, в марте. А голод тогда ещё сильнее. Помогайте мне, если хотите. Ну, я почему сейчас это уплотняю? Потому что, когда появится наст, уплотнится всё, снег тогда утаптывать будет сложно. Вот, иногда приходится даже брать с собой лопату и предварительно всё это дело расчистить. Вот представьте, что снег этот более толстый, ну, допустим, сантиметров 20. Бывает у нас так. Мышка там ходит, ей там тепло, уютно, коршун сверху её не видит, другие вредители нет, ей там замечательно. Она высунула носик свой, а тут холодно, голодно. Она на виду, и она уходит. И яблонька остаётся неповреждённой. Вот вся, так сказать, нехитрость этого процесса. Не забыть, утоптать. Прошёл большой ещё снег, приедете, поухаживаете за своей молоденькой яблонькой. А иначе многократно повторяющаяся беда. Весной всё растаяло, вы приходите, хорошо, если заметили. А если не заметили, вот, яблонька расцветёт, и тут же засохнет. То есть диаметр этого круга не надо обязательно большой. И это не площадка для мышиных танцев. Это просто вот уплотнённая гня, где мышка вышла, и дальше она не падёт. Ей нет условий для того образа жизни, который она уже под снегом себе установила. Для чего ещё нужно утоптать снег вокруг деревьев в саду? Для того, чтобы сохранить основание ствола от выпривания. Снег выпал на сырую землю. И выпал приличным слоем. И лежит, не тает. Я хорошо помню такие зимы и их последствия. Если не оттоптать вот так вот землю, а ещё и если вы совершили очередную, ну, назовём это, ошибку, промашку, начитавшись или наслушавшись советов, взяли вот перегноем здесь, утеплили вот это место, чтобы оно не замёрзло. Ничего у нас не замёрзло. На наших саженцах, которые готовятся в здешних питомниках местных, ничего не замёрзнет. Это лишнее всё. Вы создали здесь тёплую подушку. И в тёплую зиму у вас подпреет корневая шейка. Даже независимо от того, что сейчас зима, холодно, и вроде бы в саду делать нечего. Для хорошего садовода в саду всегда найдётся обязательно занятие. Среди важных дел – зимняя обрезка сада. Всё, что вы планируете вырезать весной, можно на черно обрезать уже сейчас. Кстати, по поводу обрезки между садоводами идут споры. Одни настаивают, что после обрезки деревья хуже переносят зимовку и резать лучше ближе к весне. Другие – что весной начинается сокодвижение. Раны, нанесённые обрезкой, будут сочиться. Когда же проводить обрезку? Как ни странно, процесс, вернее, как ни странно для тех, кто обрезает, а может быть и услышать кому-то странно, лучше всего обрезать было бы в первой половине июня, когда активное сокодвижение уже прошло, не будет истекать соком эта ранка, и в то же время уже идёт активный рост, когда эта ранка будет быстро зарастать. Но в практике практически так не получается. В это время что-то отсвело, что-то цветёт, что-то начинает покрываться лицом. Другие работы и не до этой обрезки. Поэтому традиционно садоводы обрезку проводят в марте месяце, ну, в крайнем случае, в первых числах апреля, когда уже растение просыпается, внутриклеточные процессы идут, процессы заживания идут, в это время делается обрезка. Но мы приехали с вами зимой. Во-первых, обрезка – это должно быть достаточно нехолодно, будем говорить так. Сейчас вот видите, уже холодно было, с утра я перчатки уже снимаю. Сейчас можно сделать обрезку предварительную. Вот, обратите внимание на эти ужасные пеньки. Конечно, нормальный образованный садовод скажет, ну, что это за безобразие. Это было бы безобразием, если бы мы это обрезали в марте и вот так бросили. А сейчас это нас, ничего страшного здесь нет. Для чего так оставлено? Целый шток этих веток обрезали. Мы их сейчас быстренько вот в той бочке по всем правилам сожжём. Вот. И к весне у нас будут развязаны руки. То есть мы не будем таскать эти ветки, обрезать, смотреть где. У нас сформирована основная часть кроны. А вот когда наступит сезон, мы аккуратненько вот так подрежем, что не надо, значит, удалим и замажем. А где надо, мы здесь ещё сделаем привитки дополнительные. Так что сейчас эта зимняя обрезка, эта обрезка предварительная. Мы разрушаем себя на весну. Вот и все хитрости. А всё остальное по всем тем правилам, да, когда станет тепло, когда станет удобно, когда можно... Кстати, прививать можно с конца марта смело, если не мёрзнут руки, если ваш садовый вар, который где-то здесь не стынет, и изолента у вас такая мягкая не превращается в дубовую. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хочу напомнить вам, что первый номер журнала за 2023 год выйдет в начале февраля. В прошлом году журналу исполнилось 15 лет. Значит, в наступившем ему будет 16. И это тоже замечательная дата. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на журнал на почте, а если хотите получить первый номер журнала, оформляйте редакционную подписку в нашем отделе распространения. Её стоимость не включает услуги почты, поэтому она обойдётся вам в 450 рублей. И вы гарантированно сможете забрать свой номер журнала в редакции. На этом наша программа подошла к концу. Пусть ваша рассада растёт крепко и дружно. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok